Салам! Это Николай с канала «Лучше раз увидеть!» И на этот раз мы в Малайзии, а точнее в Куаулампуре. Мы приехали вчера, почти под вечер. Трудно было, конечно, разобраться, что да как, но такси не такое дорогое там. Бензин сейчас стоит 34-35 рублей за литр. Вообще неплохо. Первые мои впечатления об этом городе, это, конечно, прям городские джунгли. Очень напоминают Москву, только вместо наших липок тут пальмы растут. Сейчас мы поедем на одну из главных достопримечательностей Куаулампура. Это так называемая пещера Бату. Мы зашли до железнодорожной станции или это метро. Тут у них общая единая транспортная сеть. Зашли, ждем поезда. До пещер Бату у нас вышла цена 340 рублей туда-обратно на двоих. Ну, в принципе, по-божески. Какая цена? 20 рублей. 20? Да, 20. Два кутра? Да, два кутра. И вот. Два? Да? Два. Хотя на остановок, конечно, не поставишь кондиционеры, но вот такие штуки тут стоят. Можно, в принципе, обдуваться. Блин, как стекло разбито. Ну что, здравствуйте. Мы доехали до этого храма, до пещер Бату Гейвс. И сразу встречают нас обезьяны. И вот такая офигенная статуя. Это статуя Хануманы. Это как бы одна из реинкарнаций Шивы. Она часто используется в казаниях индуизма. Он играл одну из главных ролей в их главной книге. В общем, до пещер уже не дошли. А тут у одной индианки, тетинки обезьяны, обокрали ее, короче. У нее в сумке куча орехов была. И на нее было совершенно жесткое нападение. Короче, все отобрали. Я не знаю, зачем у нас столько орехов не славны. Мы в поисках входа на эти пещеры. Это не то. Где эта лестница знаменитая? Тут, короче, несколько пещер. Одна, скажем так, одна бесплатная, а другие платные. Может, мы куда-то не туда идем. Блин, головы психанули. Тут индуистские храмы. Пока мы туда не пойдем, потому что надо заходить без обуви. А вот и те самые пещеры. Классно, классно. Сколько там, говорят, 300 ступенек. Надо подняться. И типа очень высокая. Народу прилично, скажем так. Не то, что сколько в поезде. Ну что ж, сейчас пару фоток и будем забираться наверх. Высокая статуя и высокие скалы. Тут много индуистов. Это для них святое место. Сейчас будем подниматься. Народу, конечно, очень много. Когда подходишь, выглядит чуть-чуть по-другому. Это, конечно, не Чкаловская лестница. Но что-то похоже на нее. Уклон очень высокий. Оказался не таким крутым. Занятие не из легких. Но, конечно, надо дойти наверх. Тут еще снуют обезьяны. Надо держать телефон и камеры в руках. Ладно, поехали дальше. Тут дальше проход. Сами пещеры. Идем дальше. В пещере не так жарко. Это уже большой плюс. Она, кстати, огромная. Это такой огромный актуизал. Как она образовалась, трудно предположить. По размеру, как сапор Святой Софии в Турции. Только сделан он природными руками. Очень высокий свод. Очень большое пространство. Везде всякие кельи. Да, это можно считать чудом света. Класс. Вот так. Вроде бы в мусульманской стране. Но есть и не такие индуистские памятники. Поднялся еще на один каскад лестниц. Похоже, это конечная остановка. Тут много обезьян, туристов. И появилось солнце. Помимо самого хромого комплекса, тут, конечно, интересно наблюдать за обезьянами. Как они тырят тут у друг друга вещи, у людей. Очень интересные и познавательные. В зоопарке такого не увидишь точно. Ты видишь любовь? Ах, все, просмотрела. Ну, чел, Липтон открывает. Прокусывает. Бутылка. Бутылка с Липтоном. О, прокусил, гляди. Советую этот храм посещения. В качестве духовного места и в качестве зоопарка обезьян и петухов. Свод просто, конечно, офигенный. Во время дождя тут, наверное, так мочит. Вообще. Даже стало интересно, как тут выглядит во время дождя. Блин. Это страшно или страшно красиво? Да. Также тут есть магаз с сувенирами. Сейчас посмотрим. Вот, например, такие бусы. Стоят 49 тысяч рублей. В общем, такие дорогие. И, блин, глядите, какой тут ветерок. Стоит он 100 баксов. 8 тысяч рублей. Но звук просто... Охеренно. Это я? Нет. И тут есть такие, блин... Класс. Просто супер. Супер. Вот этот около 5 тысяч из латунных трубок. Но звук просто четкий. Так, что тут еще есть? Статуэтки. Всякие. Павлин. Пикок. Павлины, шмавлины. Статуэтки, да. Очень красивые. Статуэтки из нефрита. Либо из пластика. В общем, скорее всего, тут цены чуть-чуть завышены. Ну, тут все такое красочное, красивое. Статуэтка, шивы. Цена 34. Скорее всего, она в темноте светится. 34. Это у нас 700 рублей такая статуэтка стоит. Ууу! вот я и спустился с пещеры туристы разбежались классно теперь можно сделать фотку вообще в одиночестве в общем вот такие карточки прикладываешь на входе и выходе ура открылась иначе все нормально везде пробирается но глядите какие виды блин прям европа европа ты ухожено и красиво но это конечно центр города странам здесь банк в общем малайзия это страна с населением около там 30 33 миллиона человек находящийся на полуострове и на одном острове откуда здесь такие деньги берутся потому что она продает нефть и по продажам нефти она на 22 месте в мире тут соответственно и самые главные башни называются в честь нефтяной компании и бензин тут стоит очень дешево малайцев в стране где-то 60 процентов китайцев 20 процентов город конечно отстроен но местами видно такая обшарпанность например чуть чуть подальше уезжаешь и тоже видно что влажность постоянные дожди дают себе знать бетон начинает это обрастать мухом и чернее сам куалумпур населением где-то 2 миллиона человек но это опять цифры не точно и размеры и вполне понятные для туристов большое или нет судя по пробкам большой это просто ад какой-то сейчас мы перейдем на совсем другую часть переместимся чуть-чуть поближе к центру посмотрим что там совсем другая жизнь начинается слишком много народу стало конечно шумная улочка прям вообще насыщенная тут блин даже есть магазин продажей бушных кроссов и цены я не посмотрел вот этот блин с орехами стоил 70 рублей а вот этот пирожок с карри и картошкой стоил 35 ну в принципе все очень вкусно но как очень вкусно есть и можно как говорит моя бабушка короче город каменные джунгли если не знаешь куда идти ты просто здесь потеряешься у нас ты не знаешь я не знаю тут не знаю я не знаю там не знаю а не знаю и не знаю Бульон, сначала. Да, бульон говяжий, как обычно. Это не похоже на фокула. На тот лист говядина. Интересный вкус. Говядина чуть не доварена. Она совсем по-другому. Живется, выглядит. Лапшечки. Все вроде просто, но порция нормальная, большая. Первый опыт еды китайской. Ну, конечно, не так вот спайси и горячо. В принципе, нормально. Порции огромные. Сейчас не знаю даже, как передвигаться. И вообще уже ничего не хочется. Хочется лечь поспать. Сегодня вроде было 34 градуса. И по жаре такой, конечно, сложновато ходить. Так что сейчас подойдем до китайского квартала. Ну, он уже почти китайский. Тут, видите, китайские кафешки, китайские какие-то надписи. Сейчас мы нам питали на стрит. Очередная торговая улица, только с китайским уклоном. Вот такой квартал. Рынок блашиный. Короче, я купил башни Петранас. Они продают пластику. Я спросил, металлическую. Фигак они там нашли металлическую. Начали заряжать цену. Ну, блин, я примерно на какую цену хотел. Они на такую и скинули. В общем, рынок, блин. Капец. Пуличка красивая. И шмот можно найти дешевый. Куал-Лумпур представляет собой город, где контрасты между нищетой и богатством невероятно острые и близкие. Этот мегаполис является отражением разнообразия и динамики современного глобального общества. Современные небоскребы и торговые центры символизируют богатство и экономический рост Куал-Лумпура. Как ключевой финансовый центр региона, город привлекает инвестиции и предоставляет возможности для успешного бизнеса. С другой стороны, в отдаленных районах Куал-Лумпура видны следы экономического неравенства. Некоторые районы сталкиваются с низким уровнем жизни, ограниченным доступом к образованию и здравоохранению. Нищета в некоторых частях города возвращает меня в 90. Так, например, я зашел на один подобный рынок с БУ-товарами и мне даже было страшно доставать камеру и что-то там снимать. Но, как факт, я там побывал. Вот такой чай-на-тауна у нас. Погулять можно, денег потратить тоже. Морошка с манго и джекфрутом. 180 рублей. Получится. Ну а сейчас мы у второго по высоте здания в мире. Этот небоскреб называется Варисам Мердека. Тут даже у него есть номерное имя. Башня номер или небоскреб номер 118. Не знаю, что это значит. Мне кажется, это количество небоскребов в Куал-Лумпуре. Еще ведется стройка, отделка. Но уже практически достроили. Осталось немного. Рабочий день закончился. Ребята строителей покупают продукты. Очередной торговый центр в городских джунглях. Не знаю, как он называется. Написано Лалапорт. Мы, короче, пешком от китайского города херанули километр-полтора. Ну все, ребят, я наконец-то и дошел до японского этажа. Приятного заседания. В Куал-Лумпур ночью совсем другой город. Народа становится намного больше. И цвета такие, блин, очень красивый цвет города, скажем так. И сейчас где-то 9 вечера. И вот такая движуха тут происходит. Куда все эти люди идут? Это туристы или сами малазийцы? Пока непонятно. Русская речь тут звучит совсем много. Реже, чем в других странах, в которых я был. Тут намного больше китайской речи. Они тут преобладают. Редактор субтитров – это неинтересно. Редактор субтитров – это неинтересно. Корректор А.Кулакова на вкратце вот такая комната у нас большая конечно 6 на 6 комната где-то еще есть ванны есть спальня вид из окна двадцатый этаж но конечно нет ни особо вид вид как будет такой города нет и ничего вот такой внутренний двор это не отель это жилой комплект вот просто часть апартаментов сдается видеть как удобно если кто-то было россии тут можно котов зимой устраивать а зимнюю рыбалку можно ходить раз так прорубил лунку наверху наших апартаментов есть вот такой бассейн наверное это единственный плюс что тут есть у нас появится один минус то что тараканы в апартаментах бегает но не знаю всех лет убегают или это нам так не повезло как-то я давно забыл о жизни тараканами в россии а тут вот они ползают пришлось строить маленький геноцид по ночам мы сняли хату в районе черкит этом с хатой находится мол огромный опять же тут вообще торговые центры очень огромные поверх этого торгового центра находятся офисы и всякие квартиры пешей доступности тут сразу три станции тут и поезд и метро и монорельс не считая уже автобусов и такси весь общественный транспорт у них находится на втором уровне он ездит по таким транспортным эстакадом а снизу весь другой автомобильный транспорт тут оказывается еще больше видов транспорта вот монорельс поезд ой что я сделал конце лиги поезд трамвай ну и автобус но мы сейчас поедем вот на этом так выбираем установку индии так на английский переходим и штуки так платим и 20 копеек а куда копейки вот сюда 20 копеек давай тут такие проездные талончики туда так все прошел и этот жетончик надо сохранить до конца поездки ну вот я сейчас взял остановку раз два три 4 5 5 остановок это довольно далеко за 60 рублей на человека в принципе это не так дорого потому что это транспорт такой современный на трамваях тут цена в два раза дешевле а тут прям современность монорельс у нас есть только где в москве кстати на общественном транспорте вполне нормально кататься тут хотя бы пробок нет посмотрите 12 часов дня и совсем центр но пробки уже есть а вот и едет монорельс вот эту монетку обратно так вот все прошел и мы оказались торговом центре держа и пенскуэр это один из известнейших торговых центров наверно чтобы весь мир носков полум пор очень славится своими торговыми центрами ну во первых это очень богатый город и днем тут по сути кроме как в торговые центры заходите ничего делать потому что на улице очень жарко а тут кондеры работают очень много кафешек и выбор просто конечно огромный он там этаж тут 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 и так вверх еще хрен знает сколько этажей жесть по моему это жесть как она есть в этом торговом центре уже шатаемся до хрен еще времени тут есть такой парк развлечений прямо под крышей но нет мы на седьмом этаже тут мага застала намного меньше ну да и ладно мы нагулялись с учетом что мы не были на первых и вторых этажах что-то интересное найти блин сложновато но в основном ширпотреб но есть магазины интересно но надо их искать в итоге этот торговый центр вот такого размера опять не влазит в камеру я посмотрел сколько я там прошел примерно восемь километров только по торговому центру я прошелся вот такая фигня ребят как он такой райончик сейчас идем к самому элитному района я находится торговый центр павильон народа прям больше и больше становится какие-то странные личности ходят в ушках и масках с самурайскими мечами торговый центр павильон место я точно наверное не пойду очень дорогое лапширинец народа просто крындец торговый центр букет павильон тут есть такая точка твоя экрана под 90 градусов но когда ты смотришь именно с этой точки то получается такая трехмерная картинка вечером скорее всего тут показывают что-нибудь прикольное трехмерное сейчас пока реклама это макуарен я нашли таких тачек не знаю так что ламбаржини галарда наверное что-то такое ничего круто круто как говорится красиво жить не запретишь это макуарен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я устал Ну вот, наконец-то мы и дошли до башен Петранас Фух, и вот это парк, который напротив башен Не знаю, как я сюда зашел, но это было просто, как знает Непонятно Я потерялся Фух, наконец-то дошли А вот и парк И смотровая точка Тут можно и посидеть, и отдохнуть, надеюсь Народу тут много Видимо, будет какое-то вечернее шоу или что-то типа этого Заход солнца будет где-то после семи И тут будут ночные фонтаны Как я понял, сюда нужно приходить после семи вечера Чтобы увидеть ту самую красоту неописуемую Куал-Лумпур славится своим впечатляющим городским пейзажем Включающим множество небоскребов Одним из самых известных зданий в городе является башня Петранас Твин Тауэр Эти небоскребы были в свое время самым высоким зданием в мире Завершенные в 1998 году, они достигают высоты более 450 метров И стали символом современной архитектуры и процветания Малайзии Башни реально красивые и не выглядят бездушно, как большинство небоскребов Башни сочетают вся красоту форм, стекла, нержавеющей стали, богатство отделки и световую иллюминацию Предоставляя уникальный облик Куал-Лумпура Вот я вам говорил, что я блудился в каком-то торговом центре Этот торговый центр как раз оказался в башнях Петранас Сейчас зашли с центрального входа, но стало более-менее понятно Опять огромный торговый Мал В общем, мы взяли чипсонов и ждем, когда был шоу фонтанов Шоу фонтанов должно начаться в 19.30 И, пожалуй, уже можно и закончить видео про Куал-Лумпу Мы пробыли тут где-то два с половиной дня и уже практически все обошли То есть за два дня можно очень быстро все посмотреть Чипсы невкусные Итак, с вами был Николай Всем пока, до следующего видео В общем, город вышел очень разным Смешение культур и традиций в Куал-Лумпуре создает уникальную атмосферу Где бедность и богатство сочетаются с элементами многих общностей Этот город служит мостом между традиционным и современным Предоставляя обширные возможности, но также и подчеркивая социальные проблемы Куал-Лумпур Куал-Лумпур